Здравствуйте, коллеги. Retail Week продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Меня зовут Иван Федяков, я генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline. Расскажите, пожалуйста, вы были спикером нашей бизнес-сессии. Расскажите интересно, что обсуждалось, какие вопросы поднимались? Сегодня по традиции уже на протяжении последних почти 8 лет мы ежегодно представляем на неделе российского ритейла рейтинг 100 крупнейших ритейл-компаний России. Сегодня эта традиция продолжена, и мы опять представили очередной рейтинг. Этот рейтинг показывает, как развивается отрасль, показывает бизнес-модели основных, наиболее успешных игроков, которые формируют отрасль и определяют ее вектора развития. Сегодня утром мы успешно это сделали для участников недели российского ритейла. Очень интересно, пандемический год, наверное, сильно ударил по ритейлу, и, наверное, были какие-то перемещения в топ-100. Расскажите, сильно пошатнулись первые позиции, первые пять, или все-таки больше движений было в середине и ближе к концу? Да, вы знаете, как это часто бывает, оценка рынка, оценка отрасли, она весьма субъективна у многих специалистов, и те негативные события, которые происходили в прошлом году, они накладываются на, соответственно, эту оценку. Поэтому важно использовать объективные данные, использовать данные аналитиков, использовать те цифры, которые мы демонстрируем. Они демонстрируют буквально следующее. Несмотря на все трудности 2020 года, совокупность 100 крупнейших ритейлеров России, которые мы описали в своем рейтинге, по выручке переросла ни много, ни мало на 15%. То есть для кого-то прошлый год был негативный, а ритейлеры нашей страны, лидеры, по крайней мере, росли такими двузначными и очень неплохими темпами. Это первое. Второе. Конечно, пандемия не прошла незаметно и для этой отрасли. Вообще потребительский рынок очень чутко реагирует на любые изменения в экономике, даже в политике. Но и 2020 год оказал серьезнейшее влияние на рейтинг, на перестановку мест компаний. Мы видим ослабление позиций крупнейших компаний, которые занимаются продажей одежды, обуви, аксессуаров. В прошлом году был зарегистрирован спад в этом сегменте розничной торговли. Парфюмерия и косметика тоже достаточно негативные тенденции продемонстрировала в прошлом году. Но в то же время другие сектора потребительского рынка росли. Рост бытовой техники и электроники почти на 15% по итогам прошлого года. Неплохие результаты в сегменте строительных материалов, товаров для ремонта, товаров для дома — это те товары, которые были особенно востребованы в прошлом году. Они также имели отражение и в результатах многих компаний. Мы видим, что кто-то в рейтинге объективно спускается вниз и даже покидает рейтинг сильнейших компаний. Но кто-то приходит и, соответственно, формирует новую картину. Но это все, еще раз повторюсь, объективно так, как это происходит на жизни, в жизни. А мы только это сможем зарегистрировать и продемонстрировать специалистам отрасли. Спасибо большое. И расскажите, пожалуйста, ваше впечатление от нашей выставки. Вы как старожил уже выставки, каждый год вы видите, как она меняется и при этом тоже продолжает свои традиции. Скажите, этот год как-то сильно изменил ваше впечатление на нашу выставку или, в принципе, он продолжает традиции и ничем не отличался от предыдущих лет? Ну, в прошлом году из-за ограничений, которые как раз пришлись на весенний период, период, когда обычно проходила неделя российского ритейла, привели к тому, что мероприятие было смещено на осеннее время и, более того, оно проходило скорее в онлайн формате в прошлом году. В этом году мы вернулись обратно к обычному оффлайн мероприятию. Видно, что люди соскучились по общению, соскучились по взаимодействию вживую. Конечно, видеоконференц-связь удобна во многих случаях, но она не может заменить полностью общение между людьми. И вот мне понравилось, что стоит разделять понятие связь и общение. Когда мы устанавливаем связь, это всего лишь фиксация какой-то информации. А вот общение, оно как раз затрагивает те вещи, которые пока еще современные технологии через видеоконференц-связь передать не могут. Поэтому проведение мероприятий таких очных, где встречаются специалисты отрасли, абсолютно необходимо. Замечательно, что оно возвращается в обычный режим и видно, что, наверное, одним из таких факторов последствий пандемии, последствий вот этого экстремального 2020 года стала настройка многих компаний на партнерство, на взаимодействие. В 2020 году многие компании поддерживали друг друга. Много было примеров, когда конкуренты в прошлом объединялись для того, чтобы вырабатывать какие-то единые решения, которые потом полезным образом развивали отрасль. Были примеры, когда из одной торговой сети, которая попала под ограничения с точки зрения ведения деятельности, сотрудники переходили в другую сеть временно, помогая тем самым работать компаниям, которые получили большую нагрузку. И вот этот настрой на партнерство, на взаимодействие, он сохраняется. И мне очень хочется верить, что подобные мероприятия, подобные отраслевые мероприятия, они должны этот тренд не просто сохранить, а закрепить. И в дальнейшем наша отрасль, очевидно, должна развиваться по этой парадигме. Парадигме партнерства, парадигме кооперации. Мы долгие годы жили в условиях парадигмы конкуренции и достигли очень неплохих результатов. Современная розничная торговля России показывает абсолютно конкурентоспособность мировым аналогам. И по многим вещам мы даже опережаем развитие в других странах мира технологий, которые используются в ритейле. Но мне кажется, что вот эта парадигма конкуренции, она себя уже исчерпала. И в дальнейшем необходимо делать ставку на партнерство, на кооперацию. И это будет двигать и развивать наш рынок дальше. Для этого и нужны такие мероприятия. Спасибо огромное. Добавить абсолютно нечего. Спасибо вам большое за такое приятное общение. И надеюсь, до встречи в следующем году. С удовольствием. Всех благ.